Здравствуйте, уважаемые садоводы-любители! Я приветствую вас на канале Процветок, меня зовут Иван Русских. Сегодня мы поговорим об одной важной проблеме, которая называется кислотность почвы и как ее определить. Вообще, кислотность почвы, ее определение является достаточно большой проблемой для садоводов. Определением кислотности почвы занимаются профессиональные агрохимические лаборатории, которые не всегда доступны нашим садоводам-любителям, да и мне в том числе. Поэтому существует ряд бытовых способов обследования почвы и определения ее кислотности. Чаще всего даются рекомендации по определению кислотности по растениям, которые произрастают на вашем участке. И в принципе это имеет под собой некоторую основу. Но не все люди умеют правильно определить эти растения, да и иногда это действительно вызывает определенные трудности. При этом существует иной способ, как определить кислотность в вашем саду. Вообще, почему это важно? Потому что большинство огородных растений предпочитают нейтральную кислотность. Если кислотность слишком низкая или слишком высокая, то огородные растения, разве что кроме щавеля, которые предпочитают кислые почвы, они начинают страдать от недостатка питания. В условиях неоптимальной кислотности почвы растения не могут нормально всасывать макро- и микроэлементы и, соответственно, страдают от их недостатка. Конечно, существуют растения, которые предпочитают щелочные почвы, например, люцерна. Все знают, что она хорошо растет на меловых почвах. А такие растения, как голуби, кордодендрон, верески, некоторые хвойные лесные, хвойные, негорные, они предпочитают чаще кислые почвы. Соответственно, каждому растению на одном и том же участке необходимо создать определенные условия, но прежде надо определить, какая же кислотность. Вообще, сразу определимся с термином, что кислотность бывает высокая, нейтральная и низкая. Что такое высокая кислотность? Высокая кислотность, это означает, что почвы щелочные. Кислотность измеряется по показателю pH. И чем выше показатель pH, тем выше кислотность, тем более щелочная почва. Нейтральный показатель почвы равен 7. Кислая почва – это то, что меньше 7, это низкая кислотность. А 7 – нейтральная. Большинство огородных растений, как я уже сказал, предпочитают нейтральную реакцию почвы. Как же нам в домашних условиях быстро и эффективно определить, какая у нас кислотность почва? Дело в том, что в быту мы постоянно сталкиваемся с таким интересным пигментом, который является одновременно индикатором на кислотность – это антоцианы. Антоцианы очень широко представлены. Их можно найти в голубике, вишне, ежевике, черной смородине, в чернике, конечно же. Ну и в моей любимице – красной качанной капусте. С помощью этих антоцианов, как вы вот здесь вот видите, мы можем определить, какова же кислотность нашей почвы. Да и в общем-то кислотность любого раствора. Конечно, этот метод является достаточно грубым. Он вам точно в цифрах не скажет, какая у вас почва кислая, щелочная, именно в цифрах. Но в целом охарактеризовать вашу почву как избыточно кислую, нейтральную или излишне щелочную, этот метод вам вполне поможет. Среди всех источников антоцианов, которые нам доступны в быту, я выбрал именно красно-качанную капусту. Почему? Дело в том, что ягоды содержат достаточно много кислот, своих собственных кислот, которые в быту нейтрализовать достаточно сложно. И вот наличие этих кислот в ягодах очень влияет на результаты нашего анализа. А капуста содержит минимальное количество кислот в своих листьях. На вкус, по крайней мере, это совершенно не ощущается. Поэтому красно-качанная капуста является наиболее оптимальным источником антоцианов для определения кислотности. Что же я сделал? Я взял примерно 100 грамм капусты красно-качанной, нашинковал ее довольно грубо, немножечко помял в руках, руки сразу прокрашиваются, делаются синими, и залил примерно пол-литра воды. Настоял в течение нескольких часов. В результате у меня получился вот такой вот раствор. Вот этот раствор является индикатором для нашей кислотности. Давайте проведем небольшой эксперимент. Что это означает? Вот передо мной, например, есть два раствора. И я не знаю, который из них щелочной, а который из них кислый. Я всего лишь намочу палочку стеклянную и опущу в стаканчик. Цвет сразу же поменялся. Чем более синий, а потом зеленый цвет становится, тем более щелочным раствором является испытуемый раствор. Все промоем, чтобы у нас не было каких-то влияний. Давайте предположим, что второй раствор тоже, я не знаю, какой он. Вот исходный цвет вот такой. Вот кислая реакция антоцианов получается такого марганцовочного цвета. Чем более он розовый, тем более кислая реакция нашего раствора. Давайте теперь испытаем почвенные растворы. Вот здесь я замочил три, сделал три почвенных раствора. Прежде чем мы их будем использовать, мы их немножечко отфильтруем. Значит, что я сделал? Я взял примерно 100 мл почвы и залил их стаканом воды до 250 мл. Довел обыкновенной водопроводной водой. И настаивал в течение нескольких часов, чтобы все почвенные растворимые вещества перешли в раствор. Что ж, можем взять любой из них. Прежде чем залить туда наш индикатор, мы немножечко почву профильтруем, чтобы у нас там ничего не было лишнего. Какие-то взвеси нам не помешали. И добавим наше ООО. Видите, раствор достаточно щелочной. Ну, могу вам сказать, что это был образец меловой почвы. Меловая почва, она содержит достаточно много карбонатов и, конечно, дает такую вот слабо-щелочную реакцию. Возьмем следующий раствор. Это был обыкновенный торф для выращивания рассады. Что ж, реакция оптимальная, нейтральная. И последний образец почвы. Это была почва, которая в магазине называлась для азалий и рододендронов. По идее, она должна иметь слабо-кисную реакцию. Но мы сейчас это проверим. Такой достаточно грубый торф с кусочками. Ой. Да, действительно, почва достаточно кислая. Находится где-то вот в этой вот области. Той, которая действительно оптимальна для азалий и рододендронов голубики. Таким образом, данный способ является, хоть и грубым, но достаточно надежным в отношении того, чтобы определить кислая, нейтральная или щелочная почва на вашем участке. Я желаю вам успеха, очень надеюсь, что данный способ вам поможет. Смотрите нас на канале Процветок. Чтобы не пропустить наши новости, подписывайтесь на нас, на красную кнопку жмите под этим видео, жмите на колокольчик. А я жду вас в наших следующих выпусках. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!